После того как Роскомнадзор объявил о том, что вводят меры против Твиттер, сайт ведомства перестал открываться, убедился корреспондент РБК, проблемы начались и с порталами других государственных ведомств. У пользователей с разными провайдерами связи не работают разные сайты, отдельные пользователи сообщают о проблемах с сайтом Госдумы, Кремля и правительства. Также у некоторых пользователей сети перестали загружаться сайты ведомств, Следственного комитета, Минцефры, Минфины и т.д. Сервис Dawn Detector фиксирует сбой у одного из крупнейших операторов связи в России, Ростелекома, 92% пользователей по состоянию на 12 часов 30 минут жалуются на подключение к Интернету. Клиенты Ростелекома массово сообщают о сбоях в работе сервисов компании. Юзеры жалуются на то, что остались без доступа к Интернету, свидетельствуют данные Dawn Detector. По информации сайта, 92% пользователей жалуются на проблемы с Интернетом. Еще 5% отмечают сбои всех сервисов компании. А у 2% возникли неполадки только с телевидением. О проблемах сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Новосибирска, Саратова, Казани, Краснодара, Пятигорска и других городов России. Ростелеком пока не прокомментировал, с чем связаны сбои. Ранее сообщалось о сбоях в работе сайтов российских госорганов, зафиксированных около полудня 10 марта. Оказались недоступны в том числе ресурсы президента России, правительства страны, Государственной Думы, Совета Федерации, Роскомнадзора, Минэкономразвития и других ведомств. Утром 10 марта Роскомнадзор объявил, что будет проводить замедление работы социальной сети Twitter. В ведомстве намерены уменьшить скорость ресурса на всех мобильных устройствах россиян и на половине стационарных, персональных компьютерах и других. Решение объяснили отказом компании удалять со своих страниц запрещенную в России информацию.